За что мы полюбили культовую франшизу «Пираты Карибского моря»? Приключения, романтика, юмор, разумеется, харизматичный Джек Воробей. Почему первая часть стала классикой жанра? Как устроены сиквелы «Пиратов»? И что пошло не так в финале истории? Попробуем разобраться в этом видеоэссе. Пираты Карибского моря созданы по классической формуле жанра приключений. Отважные авантюристы отправляются в опасные путешествия в неизведанной земле на поиски артефакта. В основе любого приключения — квест, но режиссер Горф Ербинский переворачивает сюжетный канон вместо желания украсть сокровища, попытки вернуть его обратно. В приключенческом фильме герои обязательно должны исследовать объемный экзотический мир. Классикой немых приключений стал «Багдадский вор» Рауля Уолша. История о сказочной Одиссее влюбленного, ищущего сокровища. Другая неотъемлемая часть жанра — эффектные бои. Вот, например, образцовая дуэль на шпагах в «Одиссее капитана Блада» Майкла Кёртиса. А вот неожиданно короткий поединок Индианы Джонса с преследователем. Приключенческое кино — противоположность скуке. Оно пробуждает в зрителей детские мечты о путешествиях, часто наполненных магическими событиями. Например, главным антагонистом мумии стал оживший древнеегипетский жрец. Живые мертвецы — антигерои и в «Пиратах Карибского моря». Каждый пират обладал индивидуальностью благодаря работе сотен специалистов, которые провели 3D-сканирование актёров и на его основе создали легко различимые анимированные скелеты. Картина играет с эмоциями зрителей, но не превращается в полноценный хоррор, всегда перемежая жуткие фрагменты с комедией. Пираты Карибского моря, вдохновленные тематическим аттракционом в Диснейленде, сами стали аттракционом. При этом экшн-сцены всегда несут драматургическую нагрузку. Например, сражение Джека Воробья и Уилла Тёрнера — это не только хореографически безупречная дуэль, но и первая встреча героев, которая дает понять, что молодой кузнец ненавидит пиратов и готов пожертвовать жизнью, чтобы защитить честь любимой девушки. А персонаж Джонни Деппа заявлен как человек, который не брезгует нечестными приёмами ради победы, но при этом не способен на убийство. С точки зрения драматургии, «Пираты Карибского моря» — невероятно продуманное кино. Сценаристы Терри Россио и Тед Эллиот детально прописали взаимоотношения персонажей и их сюжетной арки. Главные герои фильма — Элизабет Суон и Уилл Тёрнер. В одной короткой сцене авторы смогли показать, что молодые люди испытывают чувства друг к другу, но не могут быть вместе из-за разного социального положения. Дочь губернатора с детства втайне увлечена пиратской культурой. Для неё это синоним независимости от давления общества. А символом социальных условностей выступает корсет. И хотя в начале фильма героиня Киры Найтли выступает в роли классической девушки в беде, во второй половине она во многом разрушает привычный для приключенческого жанра троп. В финале она выбирает свободу, а не статус. Если Элизабет решала внешний конфликт с обществом, то Уилл боролся с внутренним. Презирающий пиратов молодой человек узнаёт, что его отец был морским разбойником. Уилл с раздражением открывает в себе черты пирата, но дружба с Джеком Воробьём помогает ему понять, что не все они жестокие преступники, и принять свою природу. Антагонист, вопреки традициям жанра, не одномерный злодей, а заслуживающий сочувствия несчастный персонаж. Это всё? Не забывай. Его цель — снять проклятие, чтобы вновь стать человеком, понятна зрителям. Я чувствую... холодно. Даже второстепенные герои меняются к финалу фильма. Отец Элизабет уважительно относится к выбору дочери. А влюблённый командор Норрингтон признаёт, что невеста ушла к другому, и решает не преследовать пиратов. Только Джек Воробей, гениальный трикстер, толкающий повествование вперёд, хотя и получает желанную чёрную жемчужину, но остаётся таким же, каким был в начале фильма. Завершённая история, усовершенствованная формула жанра, юмор и сильная драматургия сделали пиратов любимыми героями начала 21 века. Проклятие чёрной жемчужины стало праздником эскапизма, захватывающее опасным и смешным побегом от реальности в мир палящего солнца, моря и неисчерпаемых запасов Рома. Кираты Карибского моря вышли в десятилетие трилогий франшиз вслед за «Матрицей» Вачовски, «Властелином колец» Питера Джексона и «Человеком-пауком» Сэма Рэмми. Но у фильма «Гора Вербински» не планировалось продолжение. Студия Дисней готовилась к кассовому провалу, фильм о пиратах не интересовали аудиторию. А выбор Джонни Деппа на одной из основных ролей не одобряли продюсеры, считая, что он делает персонажа чересчур эксцентричным. Когда сборы неожиданно в четыре раза превысили бюджет, компания запустила работу одновременно над двумя продолжениями. Сиквел и триквел пиратов строились на главных правилах удачных франшиз. Основные герои были сохранены и получили новое развитие. Элизабет пыталась разобраться в чувствах к Тернеру и Воробью, и строила пиратскую карьеру. Уилл посвятил себя спасению отца. А Джек Воробей, ставший культовым персонажем, получил еще больше экранного времени, как и прочие харизматичные второстепенные герои, полюбившиеся зрителям после первой части. Авторы ввели нового запоминающегося антигероя. Им стал продавший душу из-за любви Дэвид Джонс. Его прошлое во многом зеркалило любовную линию между главными героями. Благодаря возросшим бюджетам, приключения обрели эпический размах. Но в центре по-прежнему оставалась романтическая история Элизабет и Уилла. Поэтому первые три части пиратов — цельное произведение. На достижение этого эффекта работают отсылки к проклятию «Черной жемчужины». В первой картине капитан Барбоса мечтает съесть яблоко. А в финале «Сундука мертвеца» он исполняет свое желание. Режиссер повторяет афористичные цитаты из первой части. «Черной жемчужины, вы всегда помните это как день, когда вы почти украли капитан Jack Sparrow». «Алис, мои дети, это день, вы всегда помните это как день, когда вы почти украли капитан Jack Sparrow». «Илизабет, это никогда не работало между нами, дарлень. Я извиняюсь». «Jack, это никогда не работало между нами. Я извиняюсь, дарлень». «Дублирует мизансцены». «Я не могу respirать, да?» «Я не могу respirать». «Я хрена!» «И закольцовывает трилогию пиратской песни, которую в первой сцене пела маленькая Элизабет. А в последней – ее сын Генри. Гор Вербинский, заслужив доверие, студия сменил тон, сделав фильмы мрачнее, сложнее и безумнее. То есть не просто повторил удачную формулу, а добавил нечто новое. Уилл обречен провести всю жизнь на проклятом корабле, а бывший командор Норрингтон и отец Элизабет погибают без шанса на воскрешение. «Элизабет, ты dead?» «Я не знаю, Кайя!» Однако уже в этих частях видны драматургические швы. Любовный треугольник между Элизабет, Джеком и Уиллом возникал из ниоткуда, только из необходимости хоть как-то развить героиню. Многочисленные новые персонажи – богиня Калипсо, пиратский барон Сяо Фэнь и лорд Беккетт – растягивали хронометраж так, что сюжет требовал дополнительных пояснений. «Скрыли» «Ну, каждый хочет чест для себя, да?» «Мистер Норрингтон, я думаю, пытается верить в победу». «Один Джек смотрит, чтобы продавать его, чтобы убрать его собственную кожу». «А Тернер, я думаю, пытается решить решить какое-то неизвестное дело между ним и его дважды киратского пиратного папа». Сиквел и триквелу не хватало беззаботной легкости и стройности черной жемчужины, но экшн-сцены по-прежнему впечатляли. Правда, они служили не частью повествования, а вставными зрелищными номерами. Несмотря на недостатки продолжений, трилогия «Гора Вербински» – завершенное произведение, одновременно со счастливым и печальным финалом. Элизабет и Уилл женятся, но из-за проклятия оказываются разлучены друг с другом. В четвертой части «Место Гора Вербински» занял Роб Маршалл, которому пришлось продолжить франшизу без Кири Найтли и Орландо Блума. Джек Воробей, душа серии, задуманный как второстепенный персонаж, стал главным героем двух финальных картин. Но если в начале нулевых образ чудаковатого благородного плута с ужимками рок-звезды и странным юмором был оригинальным… То за 14 лет неизменившийся пират перестал вызывать ощущение новизны. Даже капитан Барбос успел превратиться из злодея в героя. Но Джек остался прежним. В трилогии он играл роль Шута, наставника-проводника и катализатора событий. Сценаристам двух продолжений удалось выстроить для него внятную сюжетную арку. Джек Воробей переставал быть эгоистом и жертвовал своей мечтой ради друга. Но дальше развивать его было некуда, только выдумывать странную предысторию. Герой Джонни Деппа слишком необычен, чтобы зрители могли ассоциировать себя с ним. Он не нуждается в близких отношениях, поэтому попытка в четвертом фильме встроить в его историю романтическую линию провалилась. Комедийная составляющая стала заметно слабее. Из-за отсутствия новых астрот актеру приходилось устало повторять шутки из предыдущих частей. Визуально богатые приключения уже не вовлекали эмоционально. Они не работали на драматургию, да и за жизнь Джека Воробья невозможно переживать, ведь он всегда найдет способ вернуться из мира мертвых. Без основных компонентов приключенческого кино, любви и постоянного ощущения опасности, финальные пираты были обречены. Вдобавок, сценарий был построен на допущениях и использовал сюжетные ходы первых фильмов. Повзрослевший сын пирата хочет снять проклятие с отца, но героям угрожает мертвый капитан на корабле-призраке. В первых частях франшизы решение главных героев стать пиратами было бунтарским поступком. В последних это практически традиции или даже скучные обязательства. Финальные серии совсем не соответствовали духу оригинальных пиратов Карибского моря, которые исполняли детские мечты о бесшабашных приключениях в компании безрассудных друзей. Какими бы ни были продолжения, оригинальный фильм «Гора Вербински» навсегда оставил у зрителей воспоминания о безграничной свободе, романтической опасности, любви и жарком лете, которые ты провел в открытом море с лучшими в мире пиратами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok